У нас сейчас не так много гостей, но те, кто приезжает, конечно, в полном восторге от нашей кровли. Там все любят фотографироваться, делать селфи, сидеть на траве и, в общем-то, любоваться окрестностями. Это очень здорово. На самом деле, если задуматься, никак к зиме особенно не готовились. Мы, в общем-то, поливали газон, пока было жарко, и потом наступила осень. Стало прохладно, появились дожди, поливать уже больше не пришлось, и мы ушли в зиму с существующей кровлей. Зиму она пережила абсолютно прекрасно. Зима была очень снежная, снега у нас было выше колена на крыше. Чистить мы его, конечно, не чистили, но, в общем-то, и незачем. Зато было тепло в этом году очень, с учетом доработки системы вентиляции и, собственно, озеленения кровли и наличия снега на крыше. Проблем с отведением ливневой или, соответственно, талой воды у нас вообще не возникает, потому что и мембрана, и разуклонка прекрасно справляется, и вся вода у нас уходит в ливневую систему, и все у нас замечательно. А вот летом трава имеет особенность пересыхать немножко на солнце, поэтому газон требует постоянного полива. Соответственно, если очень жарко, то это несколько раз в неделю. Если погода нам благоволит, мы можем поливать ее хотя бы раз в две недели. Мы также понимаем, что газон нужно не только поливать, но и косить, и это означает, что весной и в дождливые дни мы стрижем ее примерно раз в неделю. Когда у нас заслушливо и солнечно, мы можем позволить себе это сделать где-то раз в две недели. Для этого мы используем обычную аккумуляторную газонокосилку, это несложно и быстро. Для нас большим преимуществом является то, что на крыше как такового песка нету, соответственно, там не заводятся муравьи, потому что им просто не из чего строить муравейники. Конечно, какие-то насекомые будут, это естественно, это живая трава. Больших затрат такая кровля не потребует, потому что все затраты ограничиваются электричеством на полив и покос, а никаких дополнительных просто не существует. На самом деле, в свое время мы очень сомневались класть все-таки на крышу террасную доску, натуральную, деревянную, или все-таки положить газон. Мы сейчас вот нисколько не жалеем, что мы выбрали газон гораздо более уютный, на него приятно вступать ногами, на нем приятно посидеть. Да и, в общем-то, таких затрат на обслуживание его, как у террасной доски, просто нету, потому что террасную доску надо красить, чистить, как-то убирать с нее там листья. А здесь прошелся газонокосилкой, все чисто и как новое.